Всем не бага, не лага, зрители, подписчики канала Дрожа, с вами Жека и сегодня мы с вами естественно поговорим про не голодайку, а если быть точнее про те самые случаи, когда у всех абсолютно игроков происходили в их любимой игре. Я про те случаи, когда игра подсовывала вам какие-нибудь неожиданные ситуации, а потом вы хвастались среди друзей, вот прикинь у меня вот это произошло и дальше у вас шла какая-нибудь невообразимо крутая или достаточно забавная история. Некогда на своем канале я уже делал подобный видеоролик и мы там разбирали истории из Дон Старва, игроков которых я абсолютно не знал, но сегодня вашему вниманию я предоставляю истории моих подписчиков. На протяжении всех историй вы будете наблюдать анимацию, которую сделал вот этот автор. Помаши рукой. Первой я расскажу историю человека под ником Мистер Херабрин. Эта история называется Максималочка. Однажды он с другом решил повыживать в мире, где увеличенное количество монстров. Это был сущий кошмар. Все мобы воевали друг с другом. Какое-то время побегав по миру, они поняли, что пора им делать хоть какое-то подобие базы. И они решили собраться возле портала. Пока они добирались до него, каким-то образом друг нашего рассказчика успел умереть от обычной красной пчелы. И оставлять же друга в беде, подумал он, и решил воскресить его и собрать некоторые вещи. Но тут, как всегда, не вовремя, начала приходить ночь. Чтобы не тратить ресурсы, на цельный костер наш рассказчик решил просто-напросто подпалить бревнышко. А что, свет будет и не придется тратить такое количество ресурсов. Но он не учел одно но. От бревна загорелись все вещи умершего. Игроки поняли, что на поверхности им не особо рады. И, кое-как, собирав вещи, они решили спуститься под землю. Три дня они строили базу под землей. И даже тогда полоса неудач не перестала преследовать их. Вокруг них были толпы пауков, летучих мышей. И каждую ночь они выходили драться с лобстерами и зайцами. Но худшее было еще впереди. На тот момент мистер Херебрин не знал, что если у тебя есть в инвентаре кусок какого-нибудь камня, то тогда на тебя будет агриться Улипаха. Но вот когда он это уже выяснил, его друг в очередной раз умер. И тут наступает снова ночь. И пока наш рассказчик занимался тем, что отбивался от пауков и пытался не умереть в ночи, он обнаружил, что Улипахи, учуяв у него золото, начали окружать их базу. И представьте ночь. Маленький источник света мерцает где-то там. И Улипахи окружили нашего главного героя. В этот момент его ничто не могло спасти. И он соответственно умер. А следующий человек предложил нам даже две истории. И я решил их пиндюрить в этот видеоролик обе. Потому что они обе достаточно прикольные. Эту историю я назвал Барахолка. Человек под ником Сбруф зашел однажды на выделенный сервер, где каждый игрок играл за себя. Спустя какое-то время он настроил себе неплохую такую базу, добыл множество различных ресурсов и понял, что некоторые из них ему абсолютно не нужны, потому что он их добыл с излишком. Тогда он решил поступить так. Он соорудил небольшую кладовую возле портала и скинул туда все вещи, которые ему не нужны были. Когда на следующий день этот человек зашел на этот же сервер, он очень сильно удивился. Он обнаружил в этой импровизированной барахолке множество ресурсов, которые сюда принесли другие игроки. А рядом стояла табличка с надписью «Барахолка». В этот момент он даже почувствовал, что наладил некую рыночную экономику. Следующая история называется «Нечестный админ». Рассказчик очень любит ПВП и однажды он зашел на сервер с таким режимом. Быстренько развился, в мире, кстати, не было пещер, и поэтому он сделал себе несколько футбольных шлемов, мясную биту и нашел даже флейту пана. Отправился на охоту и внезапно обнаружил базу администратора и его небольшой компашки. Началась дикая заруба, где против него выходили несколько игроков. Плевали в него сонными дротиками. Некоторых из его оппонентов были тулицитовые брони, огненные посохи и даже ветродуи. Там было сражение не на смерть, а на жизнь. Но в итоге рассказчика убили. А потом администратор в спешке забанил его. Почему, спросите вы? Да потому что сбрув спалил его на нечестной игре. И вот сейчас у всех моих зрителей спрашивается вопрос. А как он сам догадался, что администратор прочитерил? Напишите об этом в комментариях. Проверим, насколько вы хорошо знаете Don't Starve. Следующая история называется «Сонные друзья». Это история Галины. Однажды ее парень предложил ей поиграть в Don't Starve. Это было так давно, что чтобы играть вместе, нужно было установить специальную модификацию. Они начали играть втроем. Ее парень, она и их общий друг. К концу второго дня они с парнем были дико истощены от голода. И с трясущимися руками жарили ягоды на костре, дабы хоть что-нибудь положить в рот. Так как у них было очень мало ХП. В этот знаменательный момент к ним подбегает их друг с улыбкой на лице, с радостным криком. Смотрите, что у меня есть. И начинает дудеть в флейту Пана. Естественно, все его друзья засыпают. И в этот момент, пока они уснули, у них заканчивается голод и они умирают во сне. С этого момента Галина очень полюбила неголодайку. А следующая история называется «Ох, уже эти мэрмы». Однажды три друга, Егор, Жека и Антоха, решили вместе поиграть. Один из них, Егор, взял варту и решил «Хм, вот теперь-то я построю свою огромную базу мэрмов. Я стану их собственным диктатором и императором». Но немножечко не рассчитав местность, он слишком близко поставил базу мэрмов возле основной базы, где жили все остальные игроки. И очень изредка мэрмы приходили на базу. Чтобы избежать каких-нибудь терок, естественно, Егор понаделывал своим друзьям очки, чтобы мэрмы их не трогали. И вот однажды весьма голодный и с потрепанным хп бежал домой Жека. Он знал весь подвох мэрмов и у него были с собой фирменные очки от вурты. И вот представьте, полумрак. По дискорду сначала доносится «Сейчас все будет, отхилюсь, поем, все будет зашибись». Но буквально через 10 секунд слышится крик. «ТУКА! Мэрмы! Я сожгу твою деревню!» А в верхней части экрана высветилось уведомление, что мой друг умер от мэрмов. А оказывается, он немножечко не уследил и очки в урты у него попросту загнили прям на нем. А бродящий в округе мэрм, долго не думая, решил нахлестать по щекам и так очень потрепанного игрока. И напоследок я вам расскажу историю, которую я назвал «Король против босса». Эта история была уже даже не в Тугезере, а в обычном Дон Старве. Как-то раз один из игроков решил поиграть за Уилбура, короля обезьян. Честно сказать, я не знаю, в истории не описано, каким путем он играл за Уилбура в обычном Дон Старве. Возможно, с помощью модификаций, а возможно, с помощью переноса персонажей из кораблекрушения в Дон Старве Рок. И вот однажды он, играя в Неголодайку, очень давно хотел поиграть за Уилбура. Но еще больше у него было желание сразиться с циклоп-оленем. Максим, так зовут рассказчика, очень долго готовился к этому. Наконец-то приходит зима, но наш герой, в отличие от Уилбура, который очень любит гадить под себя, не делал ничего подобного, а был действительно готов ко всему. В определенный момент, как всегда, наступает ночь. Но больше всего Максима отвлекло то, что он начал замерзать. Никакой лучшей идеи ему не пришло, как просто поджечь дерево. И обращает внимание, что у него достаточно мало ХП. По какой причине, он не помнил. То ли сражался с собаками до этого, то ли вообще просто-напросто забыл выхилиться. Но в этот момент, пока он смотрел на свое ХП, он обратил, что это значение начинает резко падать. Испуганный взгляд в центр экрана, и оказывается, Вилбур, стояв возле горящего дерева, обделался. И какашка, которая была под ним, загорелась и подпалила Вилбура. Вилбур падает замертво, и приходит босс. Циклополин посмотрел влево, вправо, никого нет? Ну что ж, и я пошел. Так как это был обычный Дон Старф, то отката никакого сделать нельзя. А наш герой, поисследовав некоторое время мир, не нашел ни одного алтаря. Вот так вот закончилась встреча короля и босса. Вот такие вот 5 историй я сегодня вам рассказал. Надеюсь, они вам понравились. Если у вас есть свои хорошие истории, можете писать их здесь в комментариях. Либо лучше, конечно же, мне в личку ВКонтакте, либо в Дискорде. Все ссылочки должны быть в описании. С вами был я, Жека Дрожа. Огромное спасибо всем тем, кто прислал свои истории. Возможно, мы как-нибудь еще раз повторим подобное. А всем удачи, до скорого, и не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok